Что нужно знать владельцу BMW о подкапотном пространстве? Еще в автошколах нас учили тому, что перед тем как начать движение нужно открыть капот, проверить уровень технических жидкостей, а также проверить состояние узлов и агрегатов. В автомобилях BMW этого всего делать не нужно, так как машина все делает за вас, вплоть до проверки уровня масла в двигателе. Если будет какая-то неисправность, вы получите сообщение на центральном дисплее, либо на щитке приборов. В целом расположение компонентов в подкапотном пространстве от модели к модели практически не отличается, и вы всегда сможете сказать, за что отвечает та или иная деталь. Давайте вкратце разберемся, что находится в открытом доступе, а что спрятано от ваших глаз. Первое, что мы видим, сердце любого автомобиля, двигатель. Он может располагаться как продольно, так и поперечно. Если вы видите продольное расположение мотора, это означает, что база автомобиля ориентирована на задний привод, а если поперечно, то база с ориентацией на переднюю ось. Соответствующим образом выстраивается конструкция интеллектуального полного привода X-Drive. Каждый двигатель имеет шумопоглощающий декоративный кожух, то есть вибрации и шум двигателя снижаются благодаря такому простому решению. Интересный момент, который не каждый заметит, кожух имеет насечки, которые показывают количество цилиндров в двигателе. Причем в зависимости от количества цилиндров дизайн кожуха отличается. В автомобилях М опционально вы можете заказать карбоновый кожух. Обратите внимание, что единственный вырез в кожухе сделан под крышку заливной горловины масла. Так как машина замеряет уровень масла электронным способом, традиционного щупа в двигателях BMW нет. По ссылке на экране вы можете посмотреть, как измерить уровень масла, сидя в салоне автомобиля. Непосредственно, что связано с двигателем, это его охлаждение. Прямого доступа к радиатору вы не имеете, а вся функция по заливу охлаждающей жидкости лежит на расширительном бачке. Их два, так как эти двигатели работают в более высоких тепловых режимах. Не забудьте обратиться к руководству владельца перед тем, как долить, если вдруг вам понадобится, охлаждающую жидкость. Кстати, вы можете пользоваться электронным руководством владельца. Ссылка на вашем экране, как пользоваться поиском и найти нужный раздел руководства. Следующий бачок, который скрыт, но имеет крышку заливной горловины ярко-синего цвета, это бачок омывателя. Пожалуй, это единственное место в подкапотном пространстве, к которому вы будете обращаться чаще всего. Имейте в виду, что бачок имеет датчик качества омывающей жидкости. И в случае, если вы зальете неоригинальную жидкость, машина сообщит вам об этом на дисплее. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы рассказали об оригинальных технических жидкостях. Последний бачок, который скрыт от ваших глаз, это бачок тормозной жидкости. Он расположен под крышкой, которая закрывается на замок. Дышит мотор через воздушный фильтр, который расположен в правой части по направлению движения автомобиля. Двигатели V8 и V12 имеют два воздушных фильтра, по фильтру для каждой головки блока. Воздух машина получает через воздухозаборники и решетку. Для улучшения аэродинамики решетка радиатора имеет активные заслонки, которые закрываются, если мотор холодный, либо идет интенсивный обдув воздухом, например, на высоких скоростях. Здесь же при закрытых заслонках улучшается и аэродинамика автомобиля, что в свою очередь положительно влияет на расход топлива, и открываются заслонки в случае необходимости охлаждения двигателя. От мотора перейдем к электричеству. Отличительной чертой автомобилей BMW является то, что вы не имеете прямого доступа к аккумуляторной батареи, так как она вынесена за пределы капота в багажник. На случай, если батарея разрядится и вам понадобится прикурить автомобиль, то в подкапотное пространство выведены плюсовая и минусовая клеммы. Плюсовую клемму заметить очень легко, она имеет ярко-красную крышку, а минусовую клемму напротив найти визуально не так просто. Она расположена на безопасном расстоянии от плюсовой клеммы и обозначается знаком минус на пластиковой крышке. К вопросу о расположении аккумулятора. А что если произойдет ДТП или ЧП, при котором понадобится отсоединить клемму? На этот случай на плюсовой клемме расположен пиропатрон, который разрывает электрическую цепь автоматически при помощи датчиков удара. Возвращаясь к вопросу о прикуривании. По ссылке на экране вы можете посмотреть про оригинальные зарядные устройства BMW и как правильно им пользоваться. И наконец, кузовная часть подкапотного пространства. То, что выбивается из всей конструкции. Распорки кузова. Они призваны повысить жесткость кузова на кручение, улучшая тем самым управляемость автомобиля. Деталь, известная по фильму Бумер, стакан крепления амортизатора. Именно на него наносится вин-код кузова. На некоторых моделях вин-код наносится на те части подкапотного пространства, который нельзя заменить отдельно от кузова. Если подытожить, философия следующая. Все, к чему должен прикасаться технический специалист официального дилерского центра BMW, скрыто от ваших глаз. А все необходимые проверки автомобиль делает сам. И все, что вам остается, доливать омывайку и следить за сервисными сообщениями на центральном дисплее, либо щитке приборов. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.